здравствуйте значит это я самое того снова выбрался на природу так сказать открыть вела сезон как говорится сказали а говорите следующую букву но это не важно там ветер значит да поле красота вот но сейчас и про велосипед поговорим немножко поговорим про велосипеда как видите здесь она фу все ржавая грязная я ничего не мою какой кошмар у несколько раз падал нормально но цепочка чуть-чуть поджавела но это в целом нормально здесь чё еще вот здесь тоже такое вот я на треке катался на велосипеде да ну вот он единственное что он помягче но что у меня здесь мне тут велик криво поставили в сарае скривили мне крыло значит да здесь должна должен фонарик стоять но нафиг мне сейчас не нужен ну вот руль более-менее ровно стоит но крыло кривое это амортизаторы она все работает надо его отмыть по-хорошему да есть как бы еще задел под дисковые тормоза есть но если такой же брать с дисковым был там самые дешевые стоят да ну она мне принципе нафиг не нужно я на больших скоростях на нем я его еле до 50 до даже до 45 разгоняю я смотрел не хватает то есть да но с горочки 50 55 я на нем разгонялся а так ну 35 40 километров больше я не могу из него выжать но для дачи чисто нормальный вариант такой за свою цену был вот в общем то как то так на по-хорошему крылья поставить вот как на великах стояли которые вот здесь вот низко у сука надо подровнять вот здесь низко чтобы были до чтобы вот сюда вниз цеплялись и будет симпатично над я не знаю как за великами ухаживать надо гуглить но это самое того как говорится нахуй она надо но природа в целом трава уж растет деревья чуть-чуть тоже растут то есть в целом нормально я не знаю буду ли я ездить в лес но так я точно покатаюсь куда-нибудь ну здесь уже на полевую дорогу ну в общем как-то вот так вот чё-то там строили либо шалаш либо на масле нас учета там сжигали черт его знает без понятия но дорожка так неплохая в целом но единственное когда трава вырастет где-то может начинаться колея это очень подлая штука за травой не видно и она как правило может резко кончаться и можно упереться так нехило я так один раз упала но все-таки это шалаш сейчас мы подойдем снимем поближе что тут за лесные жители да у по тю болеть дождик небольшой но как мы видим это какой-то шалаш кто-то здесь присел наверное дифмены отмечали здесь свои так сказать юбилей своего клана наверно да по-любому вот так вот она выглядит все это строение как-то вот так ну а это собственно говоря я уже подъехал к лесу да вот это нормальная дорога и уже начинается лес все ну порой мы вечером там в 11 12 ночи катались через лес но я один не особо хочу я знаю типа здесь на квадроциклах люди катаются колея как бы есть но мало ли какие там животные все такое кабаны здесь водятся говорили лоси тоже водятся или еще кто-то вот волки медведи не знаю но кабаны точно есть я бы повстречать не хотел сейчас весна из как говорится это самое того вот там какие-то бревна что-то лежит кто-то выбросил или не знаю попилил но лес в целом ну как был так остался но тут и здесь никто не следит наверное за этим лесом но вот и поле здесь красиво да красота и дождик пошел к сожалению но ничего поле на ровненькое более-менее там вот по краям только в этом году опахали опахали вот пашню сделали как так сказать и противопожарная безопасность ну а чё по велосипеду поскрипывать немножко нормально нормально передачи все хорошо втыкаются уже хорошо легенький он более-менее но поскрипывает все хорошо все у него значит хорошо все включается амортизаторы тоже вот я покатался нормально пока что работает может и как-то смазывать нужно еще чем ход можно регулировать пожестче помягче ну либо закрывать но это на асфальтовой дороге но по ямкам опять же неприятно даже на такой покрышечки может сюда и можно и подшипники на педали получше поставить сюда куда-нибудь вот еще вот вот сюда вот тут и но чтобы она помягче так сказать ездила тормоза дисковой мне не нужны большую скорость я не развиваю так что все нормально колодочки как сотрутся если сзади то я просто и поставлю передний назад а задний наперед но это еще я думаю надолго мне хватит всего вот этого вот блять ну вот все как говорится играет не в мою сторону и начался такой приличный дождь придется мне все-таки вернуться домой я надеялся что много прокачусь я нифига подобного ну в общем это конечно печально но вылазка так состоялась метров на 500 наверное я не знаю но можно считать что уже прокатился так сказать обкатал волосипед свой а дальше там не знаю уже будет 9 мая вот наверное я тогда тоже приеду и уже все получше обкатаю но если конечно дождя не будет меня не особо останавливает но блин ходить мокрых вещах и как бы велик мочить и ну не особо мне охоты там потом грязь вот это вот все велосипед и так грязный так что ну его в сраку так но это значит уже через несколько дней продолжаются мои поездки и получается здесь очень грязно да еду я к памятнику которому когда-то уже ездил там далеки туман блять из вроде бы пока все нормально но блин на какой крепеж покупатель стабилизатор так такой дороге блять с одной рукой ездить я ебал вот он там памятник вот туда-то мы идем точнее едем а потом идем ну вот опять же то же самое место здесь кто-то как видно почитал память тем более что 9 мая было когда вчера что ли по моему да тут и так сказать почтил память осквернил данное место своим мусором на цветы тоже на могилу снимать уж такой вон слава павшим героям действительно елки как бы тут а под линии электропередач здесь мы еще какие-то при выходе из заграда я наблюдаю маленькие следы видать тут на квадроциклах катаются вчера ночью наблюдал какой-то свет фара в лесу там ну буквально напротив своего участка и кто-то там явно катался а вот прошлый раз по моему да по моему в прошлый раз кто-то катался на лошадях вот так это все выглядит да в общем-то от линии электропередач под ними практически участке там какая-то поляна может стоит на нее съездить но сейчас на самом деле в лесу не очень-то хотелось бы находиться клещи не клещи вот я от этого защищен да но и сейчас очень грязно что мне не нравится лес потихонечку редеет не из-за того что даже его спиливают а может и спиливают ну не знаю видимо зараза какая-то я не лесник я не знаю а вот а вот она мой родной о какой а вот там ям какая-то вот сейчас не сходим здесь как видно тоже какая-то колея то есть люди здесь катаются главное не промокнуть сейчас страйкбольные шарики по моему но написаны ну да gun story нутелла как видим там какие-то танкисты видимо до отмечали все это и пиво жигули то есть за парни будучи делая себе такой тут катается нихуевый уазик то есть у них участок достаточно таком нормальном садовом товариществе а то есть они все старые тупо сюда мусор скидывает я пришел на могильник вон она там старые венки ну как старые они и нормально на самом деле еще не знаю чих выкинули в общем всякая тут херня так ну и собственно вот то есть я заехал оттуда и вот такое тут это замечательное место можно сказать к сожалению вот эти камеры все когда снимают они все очень сильно приближают это мне очень не нравится это у всех камер такой эффект это крайне отрицательный эффект ну туда что-то глубже ехать там уже как видно какое-то болото но там вот можете подойду сейчас покажу там какие-то желтые цветочки замечательно увидел сюда пройду туда вот сука здесь уже что-то так похлюпывает блять я вступил во что-то и сука кроссовок промок надо было все таки а ну тропинка есть народ ходит если ты не квадроцикл квадроцикл видимо сюда не едет либо он проехал и уехал отсюда а хотя может здесь и как бы ездят да но это уже болото собственно я сюда уже не пойду она не такое уж и большое вот там правее уже какие-то камыши ну как видно тут водичка стоит дальше я уже не поеду на велике разумеется да а цветочки желтые я не пойму чуть такой сорняки какие-нибудь наверное чужие счеты сапогов у меня нет у меня либо кроссовки либо галоши да по лесам я не хожу на болото тоже не хожу ну а правильно здесь уже немножко похлюпает на на дачу нужно приехал блять и отдыхать надо было во вход те то здесь что-то как-то блять и не нравится но там вот надо было войти сюда пройти но там собственно говоря тоже болот какая-то птица здорово полетела может быть ее было видно на видео я к сожалению не имею понятия вот какая-то большая птица но там не сова я не знаю что она главное здесь всяких следов ничего такого нету здесь все валится все вязнет в болоте блять сейчас что-нибудь блять я майку испачкал ладно что-нибудь куда-нибудь здесь зайдем здесь как видно что-то похожее на тропинку столько лягушку в этом году а а здесь кто-то ходил вот это большой след или чуть такой были вот так прислушаться никого нету как здесь глубоко и мне интересно как он хуевину сломать и блять ее баллы блять по ну хотя бы такую вот это неправильно конечно так проверять что есть то есть ну ка чё блять на ней не глубоко где-то вот пожалуйста вот так вот она ходит и все но кто-то здесь явно ходил или ездил и это сто процентов а дальше там что ли еще сильнее болот здесь как видимо немножко начинается но вода уже есть а там видимо не не как болот там пруд видимо уж какой-то я вижу все зеленое так непривычно все хлюпает а ну все там поросшие в принципе вот да вот тут водичка уже стоит ну собственно говоря что но если лес болото болотом да ну красиво да хотя на самом деле жаль что это все это самое никто не следит ничего там не делал хотя что там если какие-то предыдущие ролики найдете да то там видно что но это в другой плане получается слева туда смотреть да там какие-то чё-то массивы все вот это разрабатывалось там это самое рубилась под дорогу какой-то там гусеничный трактор по моему катался вот мне лягушку море здесь и на участке принципе тоже в этом году мне кажется как много лягушка может их всех всегда много не знаю мне но мне кажется в этом году много том меньше было ну и под звуки так сказать с лейпнира мы покидаем данное место но вот то что они осквернили конечно своим мусором это блять уёбки нахуй даже вот на входе все и под звуки с лейпнира я уношу и значит за линию электропередач вот за эту данную да за эту постройку все не ну вот это все таки свиньи это пиздец свиньи я через лес выезжаю на обычную дорогу получать и вот вижу такое но но свиньи просто понятно то что там дальше будет еще больше у нормальной дороги просто прямо рядом вот это просто свиньи пиздец собственно сейчас не спешая притормаживая я доехал почти до горы на сейчас на нее забраться и все о для красиво нормально все поехали так но и собственно добрался я на гору забрался то есть да вот там вниз видим получается вот оттуда откуда-то я ехал то есть сейчас я попробую приблизить вот получается вон там первое получается вот первое а он вторая линия электропередачи ну как линия передачи стойка бля тут это двуногая между ними где-то памятник вот оттуда я в объезд объехал через лес и получается вот так вот так вот здесь я вот сюда поднялся там тоже деревня как видимо там вдалеке если видно будет на камера стоечки вот это вот слева билайн 4g наверное справа вот это по-любому мтс 4g тоже все как полагается ну а сейчас я получается передаю привет клану гачимучи то есть до клану рпц то есть это наши два клана танковых ну и так сказать команде ру-9 мы тоже передаем отсюда привет то есть в этих местах части 9 команды больше тоже было вот всем и значит большой здоровый привет вот и там печальная новость я не знаю печально печально вот и прошлые разы я передавал привет и засерону максу захватчику 24 но как сказал макс захватчик 24 я трезвым в эту игру не играю вероятнее всего либо он закодировался больше не пьет либо он умер то есть парень с несколькими тысячами боев на борщике на короткой пушке вот командные бои засерон тоже не играет больше к сожалению вот улукбек юсуп не играет тоже вот все мы знаем этих ребят из командных боев волгоград т-34 а он не хочет вступать кстати клан гачимучи и в рпц он тоже не хочет вступать не хочет так сказать и обязалок вот ну и собственно готова же вытворяющая смесь и и мы принимаем и отправляемся в путь и и не так уж и много ну ты так что довольно так сказать бодронная смесь получается и мы отправляемся дорогу все поехали тем более видел там какие-то люди толпились у палатки дихменов что-то там выясняли сейчас мы их прогоним чтобы они не скверняли священные места блять сука блять поехали на хуну скорость небольшая пиздец от колдомина конечно блять а там же дальше колея как одно такой медленный спуск получился мой правильно говорят не спеши притормози вот и успешно я съехал получается я тут ехал наткнулся на кису которая сидит и сторожит мышку у норки я и помешал он очень недовольна вот она съебалась а вот и сама норка носу кисать я не буду мешать все иди дальше а вот там еще киса сидит на вы ее не видно правда так это ну ладно не буду мешать а значит пока я поднимался на гору эти ребята успели удрать почуяв так сказать опасность у себя в пятой точке вот и собственно здесь уже никого нету кто-то шалаш здесь посреди поле сделал да уже как ранее было обнаружено и вот самое главное вот чего тут нету чего тут нет дорога есть закатайся стать красиво он сбоку там туман линии электропередач тоже туман а чё здесь нет ну там еще мусор на кучу вон от неважно здесь мусор не важно самое главное тут сука нету велодорожек блять юбан юбаный ты козел блять а бм и нахуй не но это не свиньи блять тупо взять и у дороги вывалить мусор с камаза тупо вот со строки осталось у него взял вывалил тупо блять охуенный пацан это наверняка не с наших дач кто-нибудь вот ездит там вот развилка направо налево заехал свез блять и все там дальше элитные поселки типа я планирую туда скататься и уже обратно типа домой потому что хватит еще блять груз нахуй на спине и огнеопасно раз и тут же болото и мусор интересно в общем то ладно скататься и обратно груз тяжелый у меня заднее колесо нереально что-то проседает на грунтовке тому что она и нормально но никак не на асфальтовой дороге что там видно сейчас будет она когда поседает не проседает в общем проседает она пиздец как сильно хотя накачивал вроде нормально жестко как же хуёво что я не взял фонарик не у меня конечно понятно больше видно чем на камере вам то ничего не видно кроме дороги на чё-то там засиделся возле пруда и пиздец вернее засиделся возле водохранилища посмотреть на корабли вся хуйня а теперь в потемках ехать освещение то нигде нету такие дела значит что то мы здесь видим до выброс мусора запрещен штрафов нет но пиздец больно вон там машина вдалеке ездит да ну и заебись пускай себе едет но как видим вот этот вот знак ни в коей мере не соблюдается а вернее будет сказать всем просто похуй на этот знак а там вон месяц за хуй знает он уходящий исходящие входящие в роуминге блять непонятно у сука у блять тот даже стрелял по этому знаку суть по всему стоп 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 не так быстро такая хорошая погода и на этом все завершить эту посидеть отдыхать но уж нет какая же все таки охуенная дорогу после дождя особенно вот на велике ехать где постоянный риск есть блять свалиться вот в такую хуйню которая глубиной не знаю на сантиметров может быть до 20 до 30 порой доходит но просто пиздец объездная дорожка заросла насколько я понимаю посмотрите просто кощунство просто не берегу технику бывало и глубже конечно но все же ты тоже не есть хорошо но выхода нет а вот это что-то новое что подъезжая к другой деревне здесь пасут вот коров но раньше такого не было вот никогда здесь не пасли и вот что-то решили и практически по длине электропередач нормально знали бы вы как велосипед бьется током буквально вот палец прикладываешь либо возишь и ну к металлическим частям буквально чувствуется шуток проходит по вода капец низко чё она не фокусируется во ну а после так сказать небольшого перерыва можно двигаться дальше я не думаю что я особо много буду кататься на на всякий случай повесил фонарь ну и значится под под маэстро поносенкова мы с вами покидаем так сказать эту локацию едем дальше я наверно заеду в магазин и двину обратно к себе потому что я потому что но я уже везде накатался просто у меня не столько ноги болят сколько я задницу себе отсидел просто на этой замечательной сидушки вот на другом велике более широкая сидушка но там тоже неудобно я не представляю как люди вообще ездят на маленьких сидушках я понимаю что типа вес вся хуйня но блядь нужно же чтобы было удобно так ладно поехали браво маэстро просто великолепно под эти самые звуки мы едем дальше ну значится я не спеша притормаживаю доехал до какого-то берега и собственно не могу понять что тут у берега бурлить такое в воде то ли это рыба и крово-метовый то ли лягушки я не пойму мне просто напросто не видно станет под водой ничего там брыкаются там брыкаются но нихуя не видно вот тут такое замечательное место чтобы притормозить не спешить и отдохнуть в общем красота понятно что это не на море да но хоть что-то хоть как-то вон мужика там гараж затопило видно гараж мне нихуя не видно ну ладно ох все едем обратно коровок отвели солнце уже так полагаю зашло до хотел не заехать магазин меня попросили а вот и оказалось там нихуя нету а то что есть то дорого поэтому я принял решение ехать другой магазин который находится на противоположной стороне и тоже хер знает где такие дела ну в общем как-то так доехал до магазин класс так ну и собственно говоря чё я заканчиваю собственно на этом видео опять у домика где дихмены так сказать на чуть но что-то их сегодня здесь нет они разбежались их видимо со стороны леса распугали не знаю наверно со стороны леса их распугали да и счета есть я опять же это за опа а вот это между прочим очень интересно а то здесь виноградный день лежит не только виноградный день еще какая-то хуйня а вот здесь видимая они карты играли дихмены и кто-то так сказать по лайту садился на гвоздь задницей в общем тоже они сами свое место оскверняют блять пиздец нахуй сука здесь тоже мусор и что это может быть она это не виноградный день это какая-то хуйня тоже блять в общем не важно но собственно этом я заканчиваю уж точно вот всем значится и спасибо за просмотр там подпишитесь вся хуйня как это говорится а я поехал значится отдыхать все до новых встреч на сегодня все берите своих близких до новых встреч на субтитры сделал DimaTorzok